Сегодня будем разбирать личную жизнь известной личности. В поле нашего зрения попадет Юлия Ахметова, известный комик, и ее личная жизнь. Разберем, как дошла она до жизни такой, что осталась одинокой в возрасте 35 лет и больше не хочет отношений. Как выбираться из этого состояния, если вы попали в похожую ситуацию. Привет, с вами Елизавета Волкова, и я автор онлайн-школы «Сила в мысли», автор бестселлера «Как исполнять любовные желания и силы мысли». И сегодня я решила сделать в таком новом формате для вас видео с разбором конкретной личности. А вернее, не личности, а ситуации, в которые попала эта личность. На самом деле, посмотрев это интервью Юлии Ахметовой, которое она дала каналу «А поговорить», я пришла к мысли, что, наверное, в нашей стране среди русскоязычного населения очень много женщин, даже, наверное, в мире очень много женщин, которые по истечению обстоятельств, как им кажется, попадают в такую ситуацию. Тебе 35. Я могу ночью встать в туалет, вот так выйти в темную квартиру, где никого нет. Почему-то мне приходит мысль, что вот так будет всю жизнь. И вот здесь мне становится грустно, плохо, страшно, еще что-то. На самоизоляции, например, меня поднакрыло вот это одиночество. То есть я поняла, что да, вот ты один в квартире, и если бы нас не выпустили никогда, то ты бы всю жизнь был один в квартире. Все отношения, которые у тебя были, приносили лишь разочарование. Я недавно занялась самоанализом и поняла, что у меня ни одних здоровых отношений в жизни ни разу. И ты понимаешь, что больше никаких отношений ты не хочешь. У меня даже последние отношения настолько тяжело мне дался их конец, что вот как раз последние года три я вообще ни с кем ничего не завожу, потому что у меня есть ощущение, что я еще раз это не переживу. И Юлия, как современная девушка, вполне успешная, состоявшаяся в карьере, принимает решение, что ей что-то нужно сделать с этой ситуацией. Она обращается к психологу, потому что на фоне одиночества, постоянных разочарований и отсутствия просто близкого человека рядом, у любой женщины начнет появляться депрессия. Она приходит к психологу, и психолог ей рассказывает, что у вас созависимые отношения, вот это ваш тип личности, вы такая, и вот с вами это постоянно происходит. У меня есть такое, что я быстро впадаю в всю зависимость, но вот это проблема. Ну, когда ты максимально зависим от человека, у тебя вытесняется полностью твое личное пространство, и у вас вот есть мы. Да, и это с первых отношений у меня пошло. Вот у меня первые отношения как раз были в институте, у меня был 21 год, и я не расставалась из этих четырех лет с ним еще полтора года, потому что я была уверена, что если мы расстанемся, то у меня больше никого никогда не будет. На фоне таких бесед у любого человека разовьется мнение, что ну с этим уже ничего не поделаешь, я такая, и судьба моя вот такая вот горькая. Конечно же, на фоне этого возникает депрессия. Опять человек идет к психологу с попыткой решить вопрос с депрессией, и психолог опять сконстантирует факт, да, у вас депрессия, и выписывает вам антидепрессанты. Мы наблюдаем это во всем мире, когда мы видим, что люди садятся на антидепрессанты и не видят другого выхода вообще из своей ситуации. Они не знают, что делать со своей жизнью и что делать со своей личной жизнью. В этом видео я хочу дать решение, решение подобных ситуаций. Действительно, Юлю и других женщин, которые оказались в такой жизненной ситуации, их можно спасти. Они сами могут себя спасти. И поможет им удивительный инструмент под названием сила мысли. Что бы я предложила сделать женщине в такой жизненной ситуации в первую очередь? Это понять, что все то, что с ней сейчас происходит, не результат какого-то истечения обстоятельств, не результат того, что она такой родилась, не результат того, что мир какой-то не такой, и мужчина не те. Все, что сейчас происходит в ее жизни, это одиночество, эти неудачи, эти мужчины, с которыми ничего не клеится, это результат ее собственных мыслей. И все, что ей нужно сделать, это разобраться со своими мыслями. В интервью у Юлии мы видим даже фрагменты, когда она сама говорит, что у меня бывают навязчивые мысли, бывает, что я очень сильно реагирую на какие-то вещи. Навязчивые мысли как раз-таки говорят о том, что она пока не научилась вставать в позицию, что я наблюдаю за своими мыслями, а не я думаю их, и я не могу остановиться их думать. Когда я учу своих студентов изменению своей реальности, мы всегда с ними говорим о том, что для того, чтобы изменить свою реальность, нам нужно научиться управлять своим разумом. По сути, нам нужно управлять тем, о чем мы думаем. И невозможно управлять чем-то, когда вы внутри этого. То есть, когда человек считает, что он живет, значит, он мыслит, и он просто несется в потоке мыслей, не понимая, что он в любой момент может остановить любую мысль и даже заменить ее. И это такая жизнь, знаете, на автомате, очень низкий уровень осознанности. И тогда человек не может выбраться из деструктивных мыслей. На нее накатывают мысли, что я несчастная, меня никто не любит, я плохая, мне нужно за этого мужчину зацепиться, иначе я никогда в жизни больше не найду. И она не осознает, что она в любой момент может сказать себе «стоп! А почему я думаю эти мысли?» А являются эти мысли какой-то непреложной истиной? Или «почему я должна думать эти мысли?» А почему я не могу просто сейчас перестать думать эти мысли? Мы с моими учениками обычно занимаемся тем, что выходим на новый уровень осознанности. Что это значит? Это значит, что мы наблюдаем за собой и как-то отстраненно, становимся в позицию отстраненно от своего ума, от своего разума, и понимаем, что разум – это не я. Я на самом деле – это сознание творческое, вдохновленное, радостное. Я пришел в эту жизнь просто наслаждаться, наслаждаться материальным проявлением этой жизни. И разум, который сидит во мне и постоянно крутит мысли, разум – это просто инструмент, которым я пользуюсь для того, чтобы корректировать реальность и направлять его в какое-то направление. И здесь получается, что мы становимся творцами своей жизни, и мы можем в любой момент сказать своему разуму, я решаю, что я хочу быть в паре, я хочу быть счастливой, я хочу быть любимой, я хочу быть радостной, я хочу строить счастливые отношения. И для того, чтобы это сделать, мне нужно изменить мои мысли. Мне нужно вместо боли и осознания, что никого у меня больше не будет, и я никогда в жизни встречу человека, сменить вот эти мысли на новые мысли, нового толка мысли. Этот человек меня ищет, этот человек идет ко мне. И я знаю, что моя жизнь наполнена радостью и сейчас. И когда человек в мою жизнь придет, она станет еще более счастливой, эта жизнь. И тоже важно понять, что хоть и психологи ставят такой диагноз «созависимые отношения», нужно понимать, что это нормально, когда у вас возникают отношения с мужчиной, и мужчина в какой-то степени становится зависим от вас, потому что он вас любит, он живет с вами, у вас общий, там, не знаю, быт, вы все делаете вместе, и вы становитесь зависимой от мужчины, вы привязываетесь к нему, вы привыкаете к нему. И это нормально быть созависимыми в отношениях. Да любая пара, они созависимы. Никакая крепкая пара не живут независимо друг от друга. Ты такой, я такая, и вот мы независимы друг от друга. Проблема-то не в созависимости. Проблема в том, что, как я слышу из интервью Юли, из того, что она говорит, и, возможно, вы ее очень хорошо понимаете, у вас такие же мысли, поэтому переносите на себя тоже сразу, да. Проблема в том, что она считает, что она как-то недостойна любви. Вот была такая фраза у нее. Я читала книгу, какую-то там билетристику, и там, значит, было про женщину, у которой супер выдуманное расстройство, амнезия какая-то, и она запоминает только пять минут своей жизни, и она лежит в специальном учреждении, и там есть мужчина, который в нее влюбляется, и он ее проводит через эти страдания, находит вакцину, и все, и, видимо, это попало в какой-то такой момент, что я такая думаю, даже у женщины с пятиминутной памятью кто-то есть. И у меня аж слезы. Я думаю, блин, Юль. То есть она внутренне, подсознательно уверена, что она какая-то не такая. Она недостойна любви, ее не могут любить, с ней не хотят долго быть, в долгую, да, с ней никто не хочет состариться. А в отношениях почему она цепляется за мужчину, чтобы заставить его не уходить из этих отношений, даже если ей самой некомфортно в этих отношениях? Потому что она не любит себя. То есть у нее нет внутреннего ощущения, что любовь во мне, любовь это не то, что испытывает мужчина к женщине, а в первую очередь, любовь это чувство, которое я рождаю сама. Любовь, она есть во мне, даже если я одна. И я наслаждаюсь жизнью, даже если я одна. И вы, наверное, знаете, если долго смотрите мой канал, а если вы новичок, то подписывайтесь обязательно. Если вы долго смотрите мой канал, то вы знаете, что женщине для того, чтобы притягивать в свою жизнь любовь, чтобы мужчина ее любил, ей нужно самой очень сильно любить себя. Тогда она будет распространять в мир вибрации. «Я люблю себя, у меня нет потребности, у меня нет жажды в любви. Я не ищу мужчину для того, чтобы он заполнил мою дуру себя, зияющую в сердце. Я наполнена, я изобильна, и поэтому, когда мужчина приходит в мою жизнь, он кайфует, ему становится в вас сто раз лучше. И он же не хочет никуда уходить, потому что ему со мной хорошо». Надеюсь, что каждый из вас, кто посмотрел это видео, сделали для себя выводы. Знаете, что какая бы ни была у вас критичная ситуация в личной жизни, можно ее проработать с помощью силы мысли. И если вы хотите заняться этим всерьез, то я приглашаю вас в свою школу. Начните с бесплатного мастер-класса. Я оставлю ссылки в описании. Вы можете перейти по ссылке и записаться на мой ближайший мастер-класс. На мастер-классе я буду рассказывать, каким образом мы своими мыслями создаем свою реальность. И вы даже сможете попробовать некоторые инструменты, которыми пользуюсь я для гармонизации своей жизни. Желаю вам успехов. Переходите по ссылочкам. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!